здравствуйте дорогие наши друзья мы начинаем нашу обычную пятничную прогулку сегодня 5 февраля 2021 года надеюсь что я опять называю дату правильно и отправляемся мы сегодня вместе с вами в долину гееном и долину кедрон вот туда мы с вами сейчас спускаемся в ту сторону потом пойдем направо и через долину гееном подойдем кедронской долине посмотрим что делается там здесь у нас такая довольно опасная прямо скажем дорога но другого пути к сожалению нет поэтому идем и впереди мы видим с вами сион вот эта гора сион там сионская горница и место успения божьей матери сейчас очень все такое зеленое нарядное у нас прям даже европейское совсем это потому что хорошие дождики прошли и сейчас в самом разгаре наша израильская иерусалимская зима и вот почему выбрали именно этот маршрут ну во первых потому что у нас продолжается карантин соответственно далеко от дома по-прежнему мы никуда удаляться не можем оба фиски места все закрыты и здесь закрыты храмы также национальные парки а тут принципе мы находимся прямо в окрестности исторического города иерусалима и здесь даже во время карантина все открыто да здесь вход бесплатный так что и мы находимся действительно недалеко от дома что мы никаких законов не нарушаем ну и можем много чего показать вам из того что раньше не показывали помню как я пыталась делать отсюда прямой эфир но не удался из-за того что здесь друзья мои практически нет интернета но и вот справа мы уже проходим что-то очень интересное это древние гробницы это пещерные захоронения или как грамотно называют погребальные пещеры рафаэл как ты думаешь сколько им может быть лет ну это в принципе можно сказать что это гробницы новозаветного периода то есть это примерно 2000 лет назад однако дело в том что долина гиена и долина кедрон это древнейший некрополь города иерусалима чуть выше нас даже есть гробницы которые некоторые датируются даже пятый век к пятому веку дорожества христова и может быть даже и древние так что на самом деле смешно но мы прямо живем здесь над этой долиной на таким некрополем то что красиво это что пока место выглядит ну почти так же как было скажем так сто лет или даже сто пятьдесят лет назад виды очень напоминают нам виды которые нам знакомы из библии и из нового завета из ветхого завета сейчас все как бы будет потихонечку меняться потому что есть новые проекты о том что здесь будет строить мост я об этом может быть отдельный выпуск сделал но видите вот как некрасиво вот это в центр горы сион прямо вот это яма такая как бы огромное построили здесь хотят строить мост чтобы соединить оба берегов над долины гиена также будет здесь фуникулер правда понятно непонятно для кого потому что страна пока закрыта и те которые надеются что летом что-то откроют это тоже вряд ли да этот фуникулер и мост получается будут идти вот так над долиной гиеном до сионской горы но действительно непонятно для кого ну поживем увидим а пока скажем про долину гиеном долина гиеном идет и в ту сторону к старому городу то есть получается на запад и на восток вот на восток мы с вами сейчас и отправимся в восточную ее часть потому что именно там она соединяется с кедронской долиной долина гиеном это та самая долина которая упоминается в евангелии господь говорит что от будет подобен гиене огненной вот это гиена огненная сейчас под нами на самом деле это очень живописная долина и почему же она вот так прославилась дело в том что здесь в ветхозаветной времена во времена когда правил израильским царством царь соломон стояла капище стояла статуя богу скорее всего богу ваалу и совершался такой страшный очень обряд в раскаленную пасть этой статуи этого идола бросали новорожденных первенцев безумные иерусалимские матери надеюсь что так бог благословит их семейство и вот когда вернулись из вавилонского плена то есть пережили уже наказание за идолопоклонство наши наш народ израильский они решили эту долину превратить в огромную свалку для того чтобы показать свое пренебрежение к некогда святому месту и вот здесь лежали горы мусора в этой долине по склонам было действительно кладбище как мы с вами и видим да то есть были древние гробницы вот немножко здесь они остались а внизу валялись горы мусора также тела непогребенных безымянных покойников могли туда сбрасываться и чтобы не было смрада и не распространялись болезни по дну этой долины постоянно горели костры вот поэтому христос использовал эту долину как наглядный образ состоянии души грешника в аду где будет огонь неугасающий и смрад да вот поэтому и сказал что это что будут увержены души грешников гиену огненную и все жители прекрасно поняли что он имел ввиду потому что даже те кто в иерусалиме не жили сюда регулярно ходили на праздники трижды в год ну и конечно знали это место и знали его предназначение на самом же деле слова гиена как таковое происходит от имени геном долина сынов геномовых еномовых вернее да гей это долина да гейном совершенно верно это долина сынов еномовых а кто они были кто был человек еном который владел когда-то в незапамятные времена этой долины но мы конечно же теперь просто не знаем по христианской традиции еще место связано с неприятным событием да вот про земля как называется горшечника но тем не менее как бы настолько красиво здесь сейчас что как-то не хочется говорить про апокалипсис и так вот фактически все видео сейчас и все почти проповеди высказывания все вот такой у людей настрой такой апокалиптический но хочется как-то надеяться что господь все-таки он же не желает смерти грешника он же хоть желает наше спасение я конечно очень люблю книга откровения она богослова и апокалипсис это важно тоже про конца света но стоит также запомнить что борьба идет внутри нас и не надо искать как бы какие-то политические объяснения того и часто вот мысли об апокалипсис свергают людей в уныние в ужасные уныние так что да место также связано и с этим и также с тридцатью тремя серебряниками на которой была куплена земля горшечника которая скоро будет видна уже перед нами и второе пришествие господа будет здесь же да на елеонской горе вот она перед нами прямо на ладони да но тем не менее действительно у каждого из нас свой апокалипсис свой суд с богом который может наступить в любую секунду иногда и наступает гора или он не раз вместо вознесения да за нашу жизнь ну вот а мы видим с вами елеонскую гору действительно вот место вознесения колокольня русская свеча и продолжаем с вами дальше мы идем по променаду вдоль долины гееном вот у нас смотрите какие птицы здесь очень многое перелетных и вот кстати если обернуться на запад можете посмотреть как тьма пришедшая со средиземного моря покрыла ненавистный прокуратором город старый город иерусалим вот там как бы да вот там на холме находится туда дальше идет а там средиземное море и вот они тучи у нас собирается серьезный дождь сегодня серьезная буря и приходит эта тьма всегда со средиземного моря ну а мы опять обернемся на восток и пойдем дальше цветущий миндаль кругом у нас тут уже даже отцветает чуть-чуть на некоторых деревьев но миндаль имеет одну особенность все деревья цветут каждый в свое время каждая в свое время то есть одно дерево цветает другой рядом по соответствую наоборот зацветает и вот тут же анемоны маки смотрите какая необыкновенная красота да может начаться дождик но пока мы благополучно идем вот посмотрите какое роскошное дерево проходим с осенними листиками здесь очень красивый променад тоже одно из мест куда к сожалению не попадают обычно паломники по той простой причине что просто у гидов не хватает на это времени это нужно здесь жить чтобы все вот эти дорожки тропинки исследовать побывать погулять поэтому вот собственно мы и ведем наверное свой канал чтобы открыть вам те места на святой земле где вряд ли вы будете даже если приедете сюда с туристической или паломнической или поездкой и тому же канал позволяет нам показывать святую землю еще и в разное время года что тоже здорово потому что приезжая к нам сюда живьем вы попадете только в какой-то один момент до времени а так можете наблюдать за нами за нашей жизнью за нашей природой вот течение всего года ну вот впереди у нас деревня силуан и собственно говоря вот оно соединение долины региеном и кедронской долины да как буквы т они соединяются склон илеонской горы деревне силуан прямо перед нами и сейчас мы будем спускаться вниз и покажем вам уже первое место которое сегодня хотели по дороге показать посмотреть это древние раскопки кстати это остатки бункера иорданского тоже не видит такой стран вот это слева остатки иорданского бункером но мы не ради бункера сюда пришли как что-то такое как бы археологическое дорогие друзья мы сообщаем вам редкую информацию здесь находится вход в ад папа нет все-таки зимой все-таки зимой у нас решительно здесь ирландия вот я просто ощущаю себя совершенно где-то в европе я не знаю такое ощущение что вот иерусалим просто полностью меняет свое лицо настроение характер ну вот все в зимний период так главное только мне не свалится вот мы продолжаем так же тема кладбищ вот обрати внимание вот покажи всем тоже за миндалем видишь да смотрите вход в погребальную пещеру римские но также использовали их во времена крестоносцев тут во времена крестоносцев видите вот здесь осталось вот это здание со сводом это на самом деле древняя структура над погребалных пещер где хоронили в основном бедных паломников которые у них так сложилось что они умерли на святой земле но это при крестоносцев это был храм здание просто ну скорее всего там какой-то часовня церковь там что-то было но в принципе это структура это единственное что из нее осталось я не беру сказать был там храм или нет но может быть и было и туда бросили подойдем поближе и увидим что там под этим сводом есть еще пещер и в основном бедных или безымянных анонимных паломников или те которые не не были из благородных и не было возможности их как-то хоронить торжественно их просто хоронили здесь то есть фактически это братская паломническая могила да да совершенно верно и некоторые любят предполагать что именно здесь также на этой территории но это уже еврейские по-моему байки что здесь была та самая статуя для молоха где бросили также детей как жертву но это довольно впечатляет как бы это выглядит так потому что вот такая яма страшная это мне такие места всегда напоминает фильм сталкера на еще ну ты не видела у тарковского вот такая зона сочетание особенно сочетание с этими вот цивилизации видеть знаки цивилизации тут пакетики то есть мы тут не украшаем ничего можно было бы из этого места делать конфетку но как и есть сейчас бутылками с какими-то смотри трактор для детей тут кто-то бросил да и вот слева от посуды и стройки двенадцатого века мы видим с вами стену монастыря ануфрия великого ну на самом деле в житии ануфрии ничего не сказано о том чтобы он жил здесь у нас на святой земле но местные предания говорят что жил и как раз таки этот монастырь и стоит над пещерой которую почитают как пещеру святого ануфрия великого и собственно на земле акил дома вот сама акил дома земля горшечника для погребения странных в общем то вот она здесь и продолжается дальше за монастырской стены на ту сторону там есть очень много тоже погребальных пещер и времен христа и собственно там за монастырем на кладбище хоронили паломников тоже умели умерших на святой земле во все времена а вот внизу уже хорошо видна деревня силуан и кедронская долина перед нами ну вот кажется дождь собирается пошел сильный ветер я под зонтиком он белькает в кадре и мы спускаемся в долину геном здесь очень такие своеобразные ступеньки очень большие поэтому извините что немножко прыгаю по ним и пещера с мусором слева погребальные пещеры ну да уж простите с мусорным пакетиком это наши реалии в Израиле живут монахи могли тоже быть простые люди да да кстати кстати здесь действительно могли быть подвижники совершенно точно мог бы быть монах по имени ануфри толка не тот египетский но это не важно да такие мнения тоже есть конечно потому что на святой земле предания формировались и формируются на протяжении веков это не обязательно что-то застывшее вот она долина геном посмотрите какая красота на самом деле это очень живописно над нами прямо такая скала изумительная совершенно смотрите кстати именно по этой долине есть первые в Израиле открыли специальное место для лазания по скалам для скалолазания да здесь у нас иногда спортсмены тренируются на этих скалах дети тоже тренируются ну вот оливки впереди дождик над головой мы идем дальше необыкновенно живописная дорога зимой летом травы нет поэтому выглядит немножко по-другому но зимой это сказочный пейзаж я очень рада что мы а несмотря на дождик умудряемся вам показать и порадовать вас зеленью у вас конечно же у большинства наверное снег ну или по крайней мере травы нет такой яркой изумрудной вот у нас это снег это прекрасно да я снег очень люблю да снег очень люблю но у всех своя прелесть смоковница перед нами опять же без листьев кто регулярно смотрит наши выпуски уже ее узнает еще рано листиком появляться живописные вот такие деревья тоже без листьев европейские и мы с вами вдоль дорога уже идет вниз до деревни силуан почему деревню называть силуан знаешь? конечно знаю потому что здесь в этой же деревне рядом только несколько ближе туда к стенам старого города находится источник силуан купель силуан источник гихон выводит воду в древний такой бассейн почему называется силуан от слова шилуах то есть послан вода как бы посылается пульсирует из источника он такой пульсирующий источник гихон и идет в эту купель в этот бассейн то есть небольшое водохранилище совсем небольшое это место исцеления слепого слепорожденного да вот поэтому деревня силуан силуан это арабское произношение слово шилуах или силуам ну вот мы подошли к перекрестку наверху вы уже видите старый город туда дорога наверх поднимается к мусорным воротам к проходу к стене плача а вот впереди видите такую небольшую мечеть вот она и вот за этой мечетью внизу и находится купель силуамская ну раскопки того древнего бассейна небольшого и там до сих пор есть вода правда очень мало естественно что сейчас никто уже не пользуется этим источником как источником питьевой воды но в древности это было именно так и понятно становится почему вот там на горе стоял Иерусалим потому что здесь вблизи был источник питьевой воды в те древние времена города строили там где была естественно вода долина Кедрон простите идет дальше мы прямо находимся вдоль исторического Иерусалима времен царя Давида это все что от силуамской купели видите вот эта дорожка вот наверх эта дорожка ведет к раскопкам Иерусалима времен царя Давида и вот вообще весь левый склон вся левая сторона сейчас от нас вот это место где собственно был древний Иерусалим времен царя Давида это тоже часть деревни Силуан но там есть еще и дома где живут сейчас евреи и есть раскопки немножко совсем раскопали цитадель башню есть парк практически небольшой но город то был гораздо больше чем то что раскопали соответственно если его искать то искать вот здесь по левой стороне дороги ну а по правой это склон Илеона и Кедронская долина вот перед нами козочки по дороге закусывают сейчас кругом травка на каждом пустыре в каждом садике что интересно пастуха мы не видим такое ощущение что они идут домой сами то есть сами знают дорогу ни мальчишки ни собаки никого нет вот так интересно так ну мы расстаемся со стадом до свидания козочки они уверенно свернули направо побежали явно домой знают дорогу удивительно конечно а мы идем дальше надо сказать что в долине живут творческие люди некоторые ватарабы так оригинально можно сказать украшают свои дома посмотрите как интересно придумано в таком прям я бы даже сказала каком-то хананском библейском стиле украшен современный дом но здесь много и старинных домов постараемся тоже вам их показать ну здесь вроде бы ничего такого интересного особого красивого нет но поверьте мне что вот если можно было бы сейчас как духи пройти через вот этой раскопки стены вы бы увидели сейчас источник древнейший источник Иерусалима и то что мы видим здесь частично это башня которая была построена стена и башня над источником чтобы огородить города так что мы за пределами Иерусалима времен израильских царей то есть это фактически все то есть период который был до Христа это даже во втором тысячелетии до Рождества Христова даже в хананском периоде мы знаем что был город Русалим у нас даже с вами есть лекция об этом доступна в нашем сайте на Топосе да Рафаил помните делал лекцию она в записи лежит на сайте Топос кому интересно об истории Иерусалима до библейских времен и раннего библейского периода и истории Иерусалимского храма ну вот слева вот смотрите вот это храмовая гора слева и мы видим немножко стену старого города с вами вот здесь как раз мы можем с вами наблюдать что во времена Христа Иерусалим состоял из нижнего и верхнего города вот сейчас мы смотрим на то место где был нижний город и там выше даже есть раскопки стены Иерусалима времен царя Давида и башни цитадели Сион к сожалению раскопки закрыты естественно сейчас не можем пройти а вот там справа вот как раз была храмовая гора там где сейчас стена Иерусалима там был вход на территорию Ветхозаветного храма и там собственно во времена Господа был верхний город в нижнем городе жили бедняки там где мы стоим с вами сейчас а в верхнем чем ближе к храму тем дороже там жили богатые там жила элита ну вот они заветные ворота и мы попадаем с вами в буквальном смысле на библейскую тропу если бы еще убрать только фонарные столбы и столбы электропередачи то мы бы с вами просто чувствовали себя в прошлом действительно вот она Кедронская долина ее не застроенная часть впереди вы уже видите золотые купола храма Марии Магдалины это монастырь Марии Магдалины наш русский где мощь Елизаветы Федоровны и здесь конечно же в этой долине потрясающе совершенно флора здесь кругом цветы мы с вами их все рассмотрим а пока я хочу показать вам вот такое оригинальное строительство вот смотрите древние погребальные пещеры а над ними жилые дома Рафаэл скажи это всегда так строили не всегда то есть в некоторых местах да но в принципе эта часть Кедронская долина была не застроена фактически до 48 года то есть деревня Силуан находилась по другую часть долины здесь стали строить как раз после войны 48 года так это огромный некрополь вы даже не представляете отсюда до монастыря Святого Савы если идти по этой долине монастырь Святого Савы также находится на этой долине продолжаются те же самые пещеры пещеры которые в них жили потом монахи но до этого это просто были погребальные пещеры это конечно удивительно отсюда дорога идет до Мертвого моря как Анна вам и сказала но не всегда люди это как-то представляют и ощущают вот если идти в ту сторону мы придем с вами к монастырю Савы Священного оттуда мы пришли а теперь мы идем в противоположном направлении и под нами идет та самая канализация поток Кедрон там собственно сам поток Кедрон под землей и знаменитое иудейское кладбище которое вы все знаете потому что вы ее видите или потому что ходите пешком или из окна автобуса это как раз над нами современное кладбище над нами вот видишь да да наверху вот там то кладбище над которым мы обычно стоим с вами смотрим на панораму Иерусалима в наши дни не хоронят в пещерах то есть это ну конечно нет у нас хоронят в землю как и везде а вот цветочки ты когда-то говорил помнится в карантинном в карантинном видео Аннушка цветочки любит ну вот действительно это так ромашки ромашки и не только ромашки еще и львиный зев и цикламен смотри притом в дикой природе и цикламены вот тут-то мы вам покажем нашу настоящую израильскую зиму во всем ее цветении и красоте давно мы хотели это сделать цикламены ромашки желтенькие вот эти сиреневенькие видите ковер ковер цветов вот сейчас я вам покажу смотрите здесь не только цветочки здесь есть очень полезная травка это хубейза мальва та самая летом она цветет у нас высокие мальвы растут а зимой появляются цветочки и вот эти листики и вот эти листики очень вкусные их у нас едят еще как их можно немножко тушить как шпинат припускать и кушать их потом с растительным маслом ну с оливковым маслом у нас да это делают с лучком это очень полезно эту мальву даже называют иерусалимский хлеб потому что когда бывало страшное время иерусалим был под осадой тех или иных очередных завоевателей жители часто оставались без провизии и вот они если дело было зимой очень даже питались и подкрепляли силы вот этими вот этими листиками хубейзе мальва ну или как еще в детстве мы их называли калачики повсюду нас сопровождают древние погребальные пещеры а вот с правой стороны уже террасы более современного еврейского кладбища но опять же сейчас там могилы стоят чуть ли не миллион долларов места потому что в иудейской традиции тоже вот с этой долины начнется пришествие мессии а в нашей с вами традиции отсюда начнется страшный суд здесь будут собраны все народы земли на суд как написано в библии ну а пока что здесь очень даже так все пасторально и спокойно но думаете и тогда тоже тем кто любит господа и верует во христа спасителя тоже будет спокойно вот смотрите какие маки анемоны просто букеты вы знаете ощущение что идешь вот в наш этот февраль израильский идешь просто через природный цветочный магазин вот кругом букеты кругом сочетания необыкновенные как открытка да вот любую фотографию делай и будет изумительная совершенно открыточка это кстати ирис вот фиолетовый по центру кадра это ирис маленький совсем но уже видите вот это все природное маки огоньками вот так зажигаются у нас именно как раз к февралю чесночные всякие цветут свечки вот такие видите здесь вообще считается как заповедник то есть у нас вообще в израиле нельзя рвать цветы категорически вот но здесь это особо вот пойдемте на этот холмик немножко поднимемся сейчас и поглядим на анемоны на маки если вы смотрите с телефона я останавливаюсь делайте скриншоты вот так под звуки мусульманского намаза в сопровождении необыкновенной красоты нашей природы с раскатами грома и накрапывающим дождиком мы с вами подходим к древнейшим гробницам вот посмотрите мои дорогие сразу за маками начинаются древние гробы вот я думаю Рафаил пусть и рассказывает твоя очередь ну сперва я объясню вообще что мы видим здесь в центре видите вот эту структуру с пирамидкой это погребалный надгробный памятник то есть получается само тело было похоронено не внутри этой здания а в пещеры мы потом подойдем поближе я вам эту нет нет потом подойдем поближе я вам покажу и там есть пещера надпещера это большой памятник вы знаете богатые люди всегда любят чтобы у них было вот такое шикарный надгробный памятник и здесь скорее всего был какой-то очень крутой человек времен второго храма ну по паломоческой традиции мы называем это гроб Захарий пророка Захарий правда неизвестно какого из них того ли который был еще пророк Захарий сын Варахеин да или это был пророк Захарий отец Иоанна Крестителя это паломоческая традиция но на самом деле это кто-то из знати вообще вот такие гробницы строили только очень богатые люди цари вельможи первосвященники и вот как раз слева вот эта гробница которая три колонны она называется гробница сынов Хзировых Бнейхзир это скорее всего священнический род такой был да и там захоронен сам первосвященник его дети которые тоже все были священниками да дождик не пустил довольно сильно переходим немножко левее и вот посмотрите как любопытно вот так устроены были захоронения богатых кстати я думаю что это египетская традиция посмотрите внизу сама погребальная пещера символизирующая тело а наверху надгробный памятник монумент который символизирует душу и так кстати в архитектуре называется нефеш то есть душа вот это пирамида да видите как интересно интересная цена для паломников что эта пещера выглядит скорее всего так же как выглядела гробница Божьей Матери до того когда храм мы поднимаемся с вами к пещере сынов Хзировых Бнейхзир то есть здесь у нас был захоронен целый священнический род вот видите они по соседству получается с Захарией ну так уж будем по традиции называть и вот посмотрите какое большое помещение здесь вот посмотрите как интересно устроено это помещение гробница да целый дом можно сказать с разными комнатами проходами переходами и там внутри погребальные пещеры я снимаю через решетку к сожалению закрыт вход в гробницу сейчас но вот так же была устроена гробница Божьей Матери кому интереснее подробности узнать о гробнице Божьей Матери посмотрите подробную мою экскурсию на топосе называется так и называется гробница Богородицы а мы пока спрятавшись от дождя наблюдаем за дождем и градом над Кедронской долиной поглядите что творится такая красотища вот и камни да и деревья и траву и цветы питает вот какое чудо скил вот благодаря дождю мы можем с вами прямо видеть поток Кедрон. Ну, фактически так и было, когда он не был забран под землю, он наполнялся дождем, и вот так же, как этот ручеек сейчас, тек на восток, к Мертвому морю. И если вы смотрели наш выпуск блога о лавре Святого Савва Священного, то поток этот видели, потому что там в пустыне, да, он открыт, и можно его видеть. Ну, а здесь последняя гробница, которую мы хотели показать сегодня. Это еще не конец нашей экскурсии, но мы больше не будем смотреть гробницы уже просто. Вот это гроб Авесолома, сына царя Давида, того самого мятежного Авесолома, который затевал бунт против своего отца, и когда он оказался в неприличном положении, зацепился волосами за ветви дерева, оруженосцы Давида воспользовались этим, и его убили. Давид горько оплакивал смерть сына, и был поставлен памятник. Конечно, этот памятник не времен царя Давида, это понятно, здесь сильно видно и египетское влияние, и римское, наверное, даже, да, как какие-то... Это именно римский восток, вот эта смесь традиций греческих и египетских стилей, это как раз то, что типично для римского эллинистического мира. То есть, скорее всего, незадолго до Рождества Христова поставили этот памятник над гробницей Авесолома. То есть, скорее всего, место подлинное, просто памятник не времен на гробе, вот это не времен, конечно, Давида. А вот что-то апокалиптическое, вот как раз пещера Иосафатова вот как раз здесь находится. Ну, это опять тоже паломническая традиция, но если мы, у нас такой апокалиптический настрой, вот мы в долине Кедрон, которая также называется долина Иосафат, и вот в пещерах, которые много называют... Гроб Иосафата. Дело в том, что Иосафат не просто был царь иудейский во времена Ильи пророка, а был Ахав в Израиле, а в Иудее был как раз благочестивый Иосафат. Еще в переводе его имя означает суд божий. И вот потому с ранних христианских времен и называли долину Иосафатова, долина суда божия, долина страшного суда. А вот и гроб праведного царя Иосафата, погребальная пещера. Ну вот перед нами уже совсем близко так хорошо знакомая вам Гефсимания, монастырь Марии Магдалины с золотыми куполами и крестами, там под ним храм всех наций тоже чуть-чуть виднеется. Ну, а мы с Рафаилом совершенно мокрые и счастливые. Прощаемся с вами. Была замечательная прогулка в дожде. Нам понравилось. Надеемся, что вам тоже. И надеемся на то, что... Ага, сзади нас. Ой, какая лохматая дождя. И надеемся на то, что мы, несмотря ни на какую погоду, несмотря ни на какие карантины, сможем выходить в эфир как можно чаще. И что вы останетесь верными друзьями нашего канала и нашими зрителями. Молния, мама. Когда гром гремит, сейчас будет гром. Мы крестимся правой рукой. Это моя правая. Снимает зеркально. А то опять будете комментарии писать. Почему Аня крестится левой рукой? Это наша правая рука. Вы нас видите зеркально потому, что это режим селфи. Поэтому так устроен телефон. Ну вот, все. Теперь мы точно прощаемся. Бежим греться горячим чаем. Всех вас сердечно обнимаем. До свидания, дорогие наши. До свидания.